Всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман и Тигран Авакян сегодня с нами, приветствую Тигран еще раз. Приветствую Николай. Да, давно мы не встречались в эфирном пространстве, это моя недоработка, вот сегодня я постараюсь ее исправить, тем более, что есть поводы. Ну, номер один повод это вопрос неожиданно, но транзита газа и нефти, транзита через Азербайджан, Ильхам Алиев дал, получается, да, у нас интервью, где сказано, что Азербайджан ведет переговоры с Москвой касательно сохранения транзита российского газа в Европу. По его словам, Европейский Союз и Украина обратились к Азербайджану с просьбой помочь в заключении такого соглашения. Ну, я тебя прям вспомнил сильно, потому что в момент, когда я это читаю, потому что, получается, ты все время говорил о том, что Азербайджан может стать, и вообще он является такой страной, которая вошла с Россией в определенные отношения, в своих интересах, безусловно, и вот это вот против интересов Украины, с одной стороны. С другой стороны, сама Украина, если верить словам Алиева, как бы обращается к Азербайджану, так же помочь в заключении соглашения. Это вообще странно выглядит все, я не совсем могу понять, а оно Украине надо, а если надо, то почему в такой странный способ? Что вообще происходит, на твой взгляд? Что ты ведь отслеживаешь все движения вокруг Азербайджана, все, что касается, скажем, проазербайджанской повестки, которую в Европе разные страны ведут на прямом смысле. Ну, в общем, как бы хочется, что называется, с той стороны получить какую-то объективную информацию, или вообще какую-либо информацию, которая сигнализировала, проинтерпретировала, что, собственно говоря, происходит. Ну, поэтому я к тебе сегодня обращаюсь, ты ведешь свой канал, постоянно говоришь о разных геополитических вещах, призываю, кстати, подписаться обязательно на канал Тиграна, ссылка есть прям в заголовке, в описании. Вот, ну, давай непосредственно к вопросу об интервью. Что думаешь? Что это все значит? Да, давай. Ну, дело в том, что все мои комментарии многими, естественно, большинством наших азербайджанских зрителей будут восприниматься не только азербайджанских со скепсисом, так как, ты знаешь, на Востоке исключительно важно понимаемое сообществом этническое происхождение говорящего. То есть там делают однозначно вывод, что вот, например, это армянин, они это решили. Иногда у меня впечатление создаётся, что многие люди знают мою жизнь детского сада, они знают, кто я, как я, в принципе. И делают выводы на основании астрологии, очевидно, исходя только из моего имени, фамилии, отчества. Это меня, конечно, впечатляет исключительно. Касательно... Я с таким сталкиваюсь едва ли не всю свою жизнь, поэтому уже забыл обращать внимание на это даже. Это логично. Ну, в принципе, логично, что ты должен однозначно быть агентом МОСАД, в любом случае, офицером. И, кроме этого, одним из активных участников сионистского движения. Без этого никак, Николай. Потому что я уверен, что ты даже не кушаешь, что ты должен пообедать, но ты обязательно занимаешься сионизмом. И не кушаешь, голодаешь. Так же я, ты знаешь, с утра до ночи я вот даже, очевидно, не работаю, не живу, только и думаю, как бы вот, ты понимаешь, испортить жизнь Азербайджану, Турции. С утра до ночи занимаюсь только этим. Дети говорят, папа говорит, где ты? Я говорю, я на войне, товарищи информационные. Вот так и живём, да? В принципе, это интересно. Касательно того, что, почему обратилась Украина. У меня нету источников, которые могли бы раскрыть передо мной, было ли такое обращение или нет. Как азербайджанские многие оппозиционеры и не только блогеры называют. Это было сказано в интервью Ильхама Политбюро Алиева. Да, его называют так азербайджанцы, поэтому судить сложно. Выяснять, говорилось ли это кем-либо из высокопоставленных представителей исполнительной законодательной власти Украины, я не хочу, мне это неинтересно. Но мы можем сказать следующее. Фактически, с начала войны и до начала войны, но особенно с начала 2014 года, после вторжения России, мы являемся свидетелями грандиозной аферы такой. И это, безусловно, не только азербайджанская афера, потому что без поддержки тех сил, кому азербайджан отдаёт свои месторождения, когда мы говорим азербайджан, мы не имеем в виду, что выгодополучателем от продажи российского и нефти и газа все эти годы, а Россия на эти деньги ведёт войну, является азербайджанский народ, вне зависимости от религии, от этничности. Конечно, азербайджанский народ живёт очень плохо и ничего от этих денег не получает. Как, к примеру, ничего не получает от четырёх крупнейших золотых месторождений в Азербайджане, которые зарегистрированы в Великобритании, в Панаме и в других странах, принадлежат через офшоры и напрямую товарищу Ильхаму, и понятно, что этих денег простые азербайджанцы также не видят. Причём все эти материалы опубликованы в расследованиях различных, и Викиликс, и других их очень много. Мы же понимаем, что зритель, наш зритель, и даже наполовину профессиональный зритель, он не всегда будет копаться и сам читать. Все хотят готовый продукт, вот мы выходим ради готового продукта. Куда с этим продуктом, это очень важная тема, Николай, наш зритель может пойти да никуда. На что зритель может повлиять? Практически ни на что. Есть главное правило. Те, кто контролирует финансовые инструменты, контролируют масс-медиа. Поэтому сколько бы я, кто-либо другой, Гроздев, другие расследователи, журналисты не публиковали информации касательно тех махинаций, как Россия обходит санкции, как Россия беспроблемно, только намного дешевле для себя, продаёт нефть и газ, это значение никакого иметь не будет, потому что посмотри на следующую ситуацию. С чего бы я хотел начать? Если ты откроешь американскую аналитическую прессу, посмотришь, там это детально описано, что пишут расследователи, всем за пределами территории бывшего Советского Союза, ясно и понятно, что Россия и Азербайджан провели, Турция также, ещё ряд стран, совместную операцию, готовясь, ну это Россия, готовилась к вторжению в Украину. Операции эти прошли в 20-м году. Россия заплатила Азербайджану и Турции за это, скажем, просто армянами, да? То есть армяну дали приказ проиграть, были сконцентрированы также ресурсы, армяне проиграли. Ну, это тоже проблема армян, что они проиграли, могли не согласиться, правильно? Но, очевидно, не хватило воли и чего-то ещё, может, других каких-то качеств, и они согласились и проиграли. Поэтому Россия создавала себе плацдарм логистический для того, чтобы, начав войну, с учётом санкций, блокировок границ и других действий, чтобы была возможность зарабатывать деньги. А чем Россия зарабатывает деньги? С помощью нефти и газа. И вот тут взамен как бы армян, которых Россия продала. Россия получила плацдарм. Плацдарм был закреплён стратегическим союзом. Можно посмотреть в интернете, уважаемые зрители. Московская декларация — это военный политический союз между Азербайджаном и Россией. Также это договор между службами внешней разведки, который... Это всё было подписано фактически за несколько дней до войны, до вторжения в Украину. Также это договор между разведсообществом Азербайджаном и Российской Федерацией об обмене информацией. Вот так это работает. Поэтому вот как ты думаешь, как ты думаешь, я тебе задам вопрос, Россия угрожает Молдове? Я не просто задаю этот вопрос. Ну, я не знаю, мне кажется, нет на данный момент. Ну, в каком-то смысле нет, но, допустим, скажем, угрожает, да? Как ты считаешь, если между Азербайджаном и Россией есть договор о полном обмене информации, различной информации и сотрудничества между разведсообществами, во что превращаются азербайджанские компании, такие компании, как САКАД, которые разбросаны по всему миру в тех странах, которые они есть? Вопрос риторический, правильно? Можем даже это не комментировать. Правда, интересно? Но об этом можно задуматься. Как минимум. Да, простите, можно задуматься. Скажи, как интересно, да? Можно, когда начинаешь думать, какие интересные выводы уходишь. А почему об этом сложно думать? Потому что, безусловно, имея достаточно большие финансовые средства продажи нефти и газа, и особенно российского, Азербайджан и Турция, конечно, инвестируют большое количество средств в масс-медиа. Вот посмотри на количество проазербайджанских и азербайджанских блогеров в Украине. Это фактически занято все поле. Кто это? Я никого не вижу из этих людей. Как ты их вычисляешь? Надо послушать любую передачу, в принципе, где затрагивается данная тематика. Так вот, в чем состоит проблема? Не то, что проблема, это реалии. Когда ты контролируешь информационное поле, то, в принципе, неважно, что ты делаешь. Потому что информационное поле действует само за себя. Оно контролирует ситуацию, и у населения создается совершенно иное мнение. Вот смотри, у Азербайджана военный союз России. И при этом азербайджанские военные блогеры вещают из Баку и рассказывают украинцам, как надо воевать, что будет, дают советы. Гениально, правда? То есть эту тему мы не затрагиваем. Это так. А мемория для людей, чтобы задумались те, кто нас смотрит. Да, я иногда в Тиктоке поймал, как зовут этого самого такого известного военного блогера. Ты знаешь, не смотрю. Не смотрю. Я предпочитаю американцев, англичан. Короче, я видел его интервью у Масичук, по-моему, и где он сказал что-то типа «Я разочарован сырским». И тут у меня как бы такой немножечко ступор, потому что совсем непонятно мне, как может условно плюс-минус военный эксперт, любой, любой военный эксперт, как он может быть чем-то разочарован или не разочарован. То есть это вообще не его, мне кажется, дело. Тем более, если он иностранный парень. Мне кажется, должна была быть определенная корректность в отношении тем более главнокомандующего. Как-то странно это выглядит. Действительно. Ты понимаешь, если этих экспертов смотрят и они собирают миллионные эфиры в Украине, значит, это нравится, правильно? Значит, это хорошо? Ну, тут я не знаю. Это вообще мне сложно как бы комментировать, что есть хорошо, что плохо. Мне кажется, наоборот. Знаешь, если там нравится людям, то возможно это не так. Как есть. Люди живут в определенном топкане информации, в реале не представляют, что происходит. Вот сейчас мы поговорим, что происходит немножко. Вот смотри. Есть такая компания Корл, например. И руководят ею 20-летние парни, азербайджанцы. Родственники, догадайся, кого? Товарищи Алиевы. Представляешь, это случайность. О, Рустам Задык. И вот ты представляешь, 20-летние парни, вот когда говорят об особом интеллекте евреев или армян или других народов, да, или греков, это все неправда. Потому что послушай, 20-летние парни, два азербайджанца, владельцы компании Корл, внесли предоплату на переработку нефтепродуктов российских, безусловно, в Индию на сумму полмиллиарда долларов. Ты понимаешь, да? То есть ты понимаешь, вот назови мне таких евреев или армян, которые способны 20 с чем-то лет заработать полмиллиарда и внести и владеть такой компанией. Либо они очень успешно продавали шаурму, ты понимаешь, на исключительно высочайшем уровне. Либо черешню. Но это должны быть грандиозные масштабы, ты понимаешь, тут уже континенты. Это чтобы ты понимал, как это все. Конечно, есть такая детская афера. Все делают вид, что вот сейчас увеличивают газ и нефть через Азербайджан. Возникает вопрос, а откуда у Азербайджана столько газа и нефти, господа? Есть объем, правильно? Возникает другой вопрос. Я вообще поражен мощью либерийских и габонских флотов, которые на посудинах, которые вообще не могут уже плавать по всему миру, развозят эту российскую нефть, которая через Азербайджан и Турцию идет по всему миру. Ты знаешь, на что делает Россия на эти деньги? Что она делает? На эти деньги Россия ведет войну. Представляешь? А те ребята, которые эти нефть покупают, они же зарабатывают деньги, ты понимаешь, и помогают Украине оружием. Секунду. Я прямо сейчас нашел новость от 23 года октябрь. США рассмотрят иск на 1,7 миллиона долларов из-за поставки нефти из России вопреки санкциям. В окружной суд штата Делавер поступил иск от компании Тонзип Маритиме Коралл Энерджи ПТИ ЛТД о взыскании более 1,7 миллиона долларов из-за поставок нефти из России. Дело о нарушении договора поставок из-за сотрудничества с российской компанией Нефтиса, связанной с находящимися под санкциями в Великобритании и Евросоюзе миллиардером Михаилом Гуцериевым, слушается в суде в Великобритании. А суд в США просит обеспечить исполнение его решения и арестовать активы компании Коралл. По данным суда, зарегистрированная в Либерии компания Тонзип, владелец нефтяного танкера, подала иск к сингапурской компании Коралл, зафрахтовавшей судно Тонзип для перевозки как минимум 100 тысяч метрических тонн нефти, более 725 тысяч баррелей, из Приморска в турецкий порт города Алиага или другой средиземноморский порт. Я все-таки попросил бы тебя, Турция это святое, ты все-таки говоришь для украинского зрителя, поэтому давай сделаем вид, что ты этого не говоришь. Я просто зачитываю новость, это вообще новость едва ли не российским сайтом написана. А песенка про Байрахтар тогда, куда ее девать? Турция же зарабатывает на том, что помогает России обходить российские санкции. Как это назвать? Ту его тучу миллиардов долларов и где-то на несколько сотен тысяч дарит Байрахтары. А у нас люди песенки пишут, ты понимаешь про эти Байрахтары, поэтому давай вот в этой передаче будем осторожны, чтобы потом не сказали, что вот ты знаешь я, хотя я не полностью этнический армянин, ты понимаешь, но меня же воспринимают, ты понимаешь, как гражданина вообще Армении, ты понимаешь одного из руководителей всемирного армянского заговора, поэтому все-таки будем корректны, ты понимаешь, в этом вопросе, чтобы люди немножко с доверием относились к нашему. Да, я иронизирую, потому что это просто не смешно, ты понимаешь все. А когда Турция и Азербайджан помогают России вести войну, бросают какие-то крохи Украине, ты понимаешь, копейки. И у нас народ просто от счастья, ты понимаешь, там болеет сердцем за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Бросают в воздух платочки лифчики, все плачут, там 4,5 байрактара прислали, там 20 снарядов к минометам, ты понимаешь, ну это на 0,1% от того, что заработали на русских, и благодаря тому, что благодаря им Россия ведет войну, которая сжигает и уничтожает Украину. Ты понимаешь, да, вот и все. О чем тут можно говорить? Почему так происходит? Смотри, тут интересный момент. Недавно совершенно, это никак не связано, безусловно, вообще никак, потому что это тоже, ну, Азербайджан фактически все 30% там открытых больше новых месторождений передал в Великобритании, представляешь? Всем стыдно, конечно, я понимаю. Вот, как-то вот так это получается. Но вопрос в чем? Соединенные Штаты остро негативно относятся ко всей этой ситуации, но Азербайджан не трогают. Почему тут, главное, не трогают Азербайджан в этой истории? Пока есть угроза потери Азербайджана. Алиев завел Азербайджан в такую ситуацию, что выхода оттуда нормального нет. И если и боятся, чтобы Азербайджан полностью не ушел под Россию, потому что это будет намного серьезный удар по коалиции западной, чем все эти санкции и расследования по нефти. Вот что происходит. То есть необходимо геополитику рассматривать шире. Геополитика это не черное и белое. Вот смотри, Великобритания работает с Турцией и Азербайджаном в плотном союзе. Турция и Азербайджан работают в плотном союзе с Россией. При этом Великобритания действительно самый серьезный враг России и больше всего из своих возможностей помогает Украине. Скажи, это очень сложно вставить в голову человеку, который не учился конфликтологии и геополитике осознать. Это очень сложно, но это реалии нашего мира. Почему, дорогие зрители? Бабло побеждает и добро и зло. Бабки это самое главное на Земле. Вот что я вам скажу. Ради бабок люди готовы на все. И вообще все происходит на Земле ради бабок. Войны, смены власти, революции. Это объективная реальность нашего мира. Когда в начале 19 века людям, пролетариям, обычным людям, буржуане, хотелось, чтобы ими правили аристократы, которые несли ответственность за землю, за власть. Потому что они владели этой землей властью. Они захотели свободы и демократии. Вот сейчас вы видите, вы получили эту свободу демократии, аристократов нет. Везде правят левые. Ну, вот это реалии левого мира. Поэтому нельзя говорить, что вот, знаешь, я вот слушал прекрасное выступление депутата Европарламента Заячковской из Польши. Которая сказала, что госпожа Урсула, которая прекрасно знает, что Европа покупает ворованный российский газ и не ворованный, контрабандный. Они же, понимаешь, они сырую нефть российскую очищают, мешают и уже определить, что это. И как через несколько танкеров либерийских, габонских с флагами перевозят в Индию, перерабатывают, продают, все окей. Но люди уровня Урсулы все прекрасно знают, кто и как. Вопрос же не в том, что Урсула плохая или хорошая. Урсула всего лишь представляет пирамиду финансовую, которая ей отдает команду, благодаря которым Урсула стала тем, кем она стала. Так же, как когда-то, я тебе скажу, как это работает, вот я зрителям расскажу просто, потому что я знаю, как это работает. Вот училось 20 студентов, например, в Берлинском университете, допустим, в Ганноверском, в Мюнхенском. И соответствует планам тех, у кого есть деньги, и тем, кто видит в левой идеологии будущее из 20, только девочка красивая, Ангела Меркель. Так вот, те остальные 19, они сливаются в унитаз, которые хотят, чтобы Германия была европейской страной, успешной все. А выбирается Ангела и двигается вперед. Так это работает. Друзья, у кого есть деньги, те заказывают, те и танцуют всех на дискотеке. Это всегда было так, как минимум, когда буржуа свергли аристократическую форму правления. У нас же произошли еще более тяжелейшие события. У нас такие, как Егор Гайдар и другие, они... У нас не было буржуа даже, да? Они взяли комсомольцев, стройотрядовцев, подонков, негодяев, бандитов, и сказали, хлопцы, брыть. Отдали им все, что зарабатывали эти несчастные советские республики, миллионами жертв. Заводы, землю и все остальное просто передали. Те там кое-что выплачивали первым лицам исполнительной власти. И вот закрутилась такая история. Соответственно, более слабая позиция, чем у традиционной буржуазии в Европе и США. Поэтому есть афера, в принципе. Азербайджан будет продавать российскую нефть и газ только в более легальном формате по всему миру. Что он и делает с Турцией. Мы можем назвать это форматом совместной операции России, Азербайджана, Турции. Есть определенные операции, например, Азербайджана и Израиля. Но сейчас отношение Азербайджана и Израиля хуже. И я тебе скажу, что большая часть расследований в отношении Азербайджана появляется именно от израильских блогеров. Потому что Азербайджан взамен благодарности Израилю за существенную часть победы над армянами, Азербайджан просто вытер об Израиль ноги, в принципе. Ну и Турция частично. То есть Эрдоган выходит на трибуну и говорит, мы возьмем Иерусалим. Заходит в бэк-офис, говорит, отправьте в Израиль несколько танкеров с нефтью. Выходит, говорит, мы сотрем евреев с лица земли. Говорит, и еще газа Израилю дайте, пожалуйста, помощникам, когда выходит за кулисы. Ну вот приблизительно так это работает, понимаешь, да? Но в любом случае позиция Азербайджана и Турции... К примеру, Азербайджан и Турции, они Израилю не друзья. В Израиле это уже понимают. То, что доверять нельзя. Логично. Но я тебе скажу, азербайджанцы оказались в чем-то намного умнее евреев. Они получили от евреев все. Суперсовременное вооружение, разведку, инструкторов использовали. И теперь говорят, мы не очень хорошо знакомы. Опять же, почему говорят, потому что есть бизнес-интересы. В Великобритании имеет очень серьезные бизнес-интересы в Азербайджане. Имеет последние 150 лет, когда Великобритания заинтересовалась Азербайджаном. Здесь ничего личного нет. Бизнес в руке Великобритании, они не любят Коми Пермяков особо, или Бангладешцев, или там армян, или болгары. Им пофиг. Есть бизнес и есть дело. Соответственно, открыли нефть бакинскую. Кто в регионе были люди, которые эту нефть стали контролировать сразу и зарабатывать с нее бабки? Это была такая этническая группа, которую называют армяне. У меня на телеграм-канале есть список реестра официального, нотариального, кто владел бакинской нефтью. Армяне владели бакинской нефтью. Англичане тоже хотели владеть бакинской нефтью. Что случилось с армянами? Они умерли. Потому что бизнес, ничего личного. Теперь англичане контролируют бакинскую нефть. Так это работает. Смотри, у евреев в Европейском Союзе, когда его еще не было, до Гитлера, был контроль над, у евреев Ашкеназа, Германии и других стран, был контроль над финансами, над бизнесом. Ребята захотели это забрать. Евреев убили. Произошел Холокост и забрали на время. А может, не на время. Скорее всего, там у многих семей не было и потомков, чтобы вернуть свое имущество. Это бизнес. Это наш мир. Циничный, закрытый от 99% населения. Потому что люди, которые нас смотрят, они приблизительно столько знают о реально происходящих событиях, сколько муравей, которые бегают, например, у нас по руке, если мы лежим в траве. И это реалии сегодняшнего мира. Это правда. Вот это настоящая правда. Вот какая есть. Но никто не запрещает учиться. Вот я свой канал же веду. Меня на нулевом уровне интересует политика. У меня нулевые политические амбиции. Амбиций в тандырах у меня тоже нет. Мне это не интересно ни в каких, ни в одной стране. Я работаю со студентами. То есть очень много студентов моих слушает, приходит. Я работаю с теми, кто хочет учиться. Вот мой канал для этого. В принципе, в этом и есть суть моего канала. Потому что амбиции нулевые. Есть пару уточнений, если позволишь. Да, конечно. Давай я как бы сформулирую это как гипотезу, наверное, и поставлю в виде вопроса. Мне кажется, странный способ сохранить влияние на Азербайджан, разрешив ему торговать российскими активами подстанционными. Что это за вообще способ такой? Смотри, давай так посмотрим. Без войны в Украине Россия, допустим, продавала свою нефть за 80 долларов. Правильно? Или за 100? За доллар. Ну, условно. Мы даже не будем говорить. Это легко сказать точные цифры. Как ты думаешь, когда началась война после санкций, Россия может продавать за доллар свою нефть? Конечно же, нет. То есть, ты понимаешь, что сейчас Россия отдает свою нефть за намного более меньшие деньги, чтобы у нее были деньги на финансирование войны. Соответственно, тем, кому она отдает эту нефть, они же больше зарабатывают. То есть, это же выгодно, да, с точки зрения бизнеса. Вот так это работает. Это очень выгодно. Теперь, смотри, Азербайджан находится в состоянии опасности все равно со стороны России. Есть Иран, есть Россия. Дело в том, что если Россия щелкнет пальцами и кадыровцы спустятся в северный Азербайджан, там огромное количество недовольных, задавленных представителей прекрасных северо-кавказских народов. Рутульцы, Цахуры, Аварцы, Ингилойцы, Лизгины, которые, если дедушка Путин даст приказ, с удовольствием возьмут оружие и сотрут теперешний Азербайджан, с лица земли уйдет сразу, нарушится газопровод, ты понимаешь, он будет уничтожен. И семья Алиева куда-нибудь убежит в Казахстан или в Киргизию. То есть, ты понимаешь, что Азербайджан имеет реальные угрозы. Реальные угрозы, в принципе. И поэтому Западу Азербайджан тоже необходимо удержать, чтобы он не стал российской провинцией. Поэтому вопрос балансов. Необходимы такие балансы, чтобы не было резкого ухода маятника в одну или в другую сторону. Это так работает, в принципе. Смотри, что произошло с Грузией. Ты видишь, да, какие Грузия субъектные решения принимает, да? Иногда у меня впечатление, что Путин сидит в Тбилиси. Когда вот читаешь сообщения грузинского МИДа, там, руководство Грузии. Иногда такое впечатление, что они пишутся в канцелярии Путина. Смотри, я два года назад рассказал о визитах челночных Лукашенко в Тбилиси, о визитах грузин в Белоруссию, о контактах, о том, что Путин сделал предложение грузинам. Вы входите в состав России, условно сохраняя независимость на бумаге, а мы вам возвращаем Абхазию и Южную Осетию. И если вы не согласны, то российская армия, в принципе, за два дня сделает Тбилисскую и Кутаистскую области Российской Федерации. Они согласились, ты видишь? Вот мы видим результат. Никто не верил, все смеялись, ты понимаешь? Ну, дело в том, что ты понимаешь, меня забавляют журналисты и блогеры, так как они непрофессионально занимаются тем, в чем я работаю. И когда они говорят, да нет, такого не может быть, да что ты такое говоришь? Смотри, это все равно, что я бы вел профессионально себя как журналист. Ну, тоже было бы смешно. Я всего лишь говорю о своей специальности, о том, чем я занимаюсь целый день. То, что я знаю, естественно. Поэтому с Грузией вот такая ситуация. Если Грузия падает, падает Армения. Кроме того, смотри, это та же схема Трампа, который делает Путину предложение, делает Украине предложение, останавливает войну. Также Путин делает такие же предложения на том уровне региональном, который он может. То есть, или вот так, или вообще никак. Ну, у вас есть выбор, выбирайте, как вам удобно. Грузия выбор сделала. Почему она сделала такой выбор? Реальной поддержки военной для Грузии сейчас нет. Потому что, ты понимаешь, какую поддержку надо оказать Грузии, если там боеспособны две бригады. Но долго ли две бригады выдержат, даже если без регулярной российской армии 20 тысяч кадыровцев спустятся с гор? Я думаю, ну так, часов 36 до взятия Тбилиси. Я говорю, я рад ошибаться. Я, может быть, дооборот. И грузинская армия перейдет в наступление, освободит Ставрополь, Краснодар. И возможно. Но мои знания говорят о том, что это 36 часов максимум. Вот это реалии политики. Соответственно, Грузия падает, никакой Армении не будет, потому что, с одной стороны, Иран, который делает вид иногда, что любит Армению, но это враг. С другой стороны, Турция, который только США запрещает нападать на Армению, только США не дает возможность. Тут Азербайджан и российская армия на границе Грузии и Армении. Какие шансы? Ну, да, патриотическое население, часть армии, офицеры, но там же тоже есть пятая колонна. Это предыдущие негодяи, которые правили Арменией 30 лет, которые за Россию маму продадут, которые, ты можешь себе представить, если вот Арцах, Карабах был перед смертельной опасностью, там мобилизацию провели на 57%. Там даже не распаковали многие склады, назовем это так, да, по-детски распаковали. Там не выдали достаточно оружия и боекомплекта, там было все, чтобы воевать. Даже там не провели мобилизацию, потому что Путин сказал, отдал приказ, вы должны проиграть. Да, солдаты об этом не знали, батальоны сражались, бригады сражались, роты сражались насквозь, но их дезориентировали, им не давали ПВО, им не давали боекомплекта, они героически погибали, место расположения передавали, видели, как на ладони. Ну, то есть такое, ты понимаешь, это гибридные войны, гибридные войны. Потому что я тебе больше скажу, без победы там, у России, без победы там война в Украине не могла бы начаться. Потому что, представляешь, что если бы там было закрыто, откуда бы, где у России другие логистические коридоры? Китай никогда не пойдет на риск прямой работы с Россией. А где еще? Европа закрыта, где? Смотри, вот у меня не складывается, у меня не складывается именно эта история, то есть я не понимаю, каким образом можно дать России прямой коридор для транзита ее ключевого ресурса через Азербайджан и таким образом сохранить на Азербайджан влияние. В чем влияние? В чем сохранение влияния? В том, что у Азербайджана есть эксклюзивное право стать единственным хабом, который обеспечивает транзит России, как бы, вне зависимости от санкций. И Азербайджану ничего за это не будет? Ну, смотри, если Азербайджан попринится в сторону России, будет, Азербайджан задавит. А так как Азербайджан используют в рамках другого большого проекта, этот проект тоже спасает Азербайджан. Какой это проект? Это создание Турана. Туран. Это создание Турана. Проект Турана – это единственная возможность для Великобритании вернуться в очень большую политику. Это давний проект. Заменить Россию Тураном. То есть, как бы, в Украине это тоже приятно. Правильно должно быть? Потому что вместо России будет Туран. В принципе, это не Россия. Там, возможно, будет какая-то Финаугрия, какие-то западные области интегрируются, остатки с Европой. А большая часть займет Туран. Государство Туран. Где Турция – инструмент, Азербайджан – инструмент. И дальше они двигаются в Центральную Азию, блокируется Китай, и вся Сибирь присоединяется. Поэтому Азербайджан играет важную роль. Поэтому Азербайджан является частью большого турецкого государства. Тоже, при этом, при всем. Но для этого нужно пройти все-таки определенные еще подготовительные стадии. Готовности к этому еще нет. Все-таки там есть Китай. Смотри, что происходит в Центральной Азии сейчас. Очень сложные события. Идет полная дестабилизация. В Таджикистане Рахмон никак не может передать сыну власти. Уже Таджикистан отдал Китаю 1% территорий. Сейчас тайно отдают еще. Отдали уже все золотые месторождения. Взамен, чтобы произошел транзит власти в Таджикистане. У Таджикистана союзников нет, кроме Китая. И если Россию можно назвать союзником. Россия потребовала Таджикистану усиление военного присутствия. А на границе с Узбекистаном и Таджикистаном, с той стороны, стоит 200-тысячная армия. ИГИЛа, Хорасаны, Хизбульта-Хрира и Талибов. 200 тысяч человек. Как ты думаешь, 30 тысяч армий Узбекистана и Таджикистана долго выдержат? Даже 40, даже 60. Против талибов и местных жителей из Афганистана, которые воюют уже 60 лет. Долго ли они продерживаются? Думаю, нет. Я думаю, нет. Ну вот. Поэтому там тоже закрывают Китай. И когда там Китай, если закроют, ну вот попробуют, США не являются суперсторонниками этого проекта. Но США не против. А Великобритания полностью за. В Великобритании видят, что надо заменять Россию Тураном. И поэтому Азербайджан выпускать нельзя. То есть Азербайджану дают дельту. Но как будет реагировать Трамп с учетом ухудшения отношений Израиля и Азербайджана на Азербайджан, мы не знаем. Возможно, очень плохо. Потому что ты знаешь, что у Трампа особые отношения к Израилю. Трамп представляет в значительной степени американских протестантов. Американские протестанты верят, что для того, чтобы Иисусу было место, куда прийти, должен быть Израиль. Ты понимаешь? Да, вот такими дефинициями руководствуются умные люди. Хотя я верующий крестьянин. Ты понимаешь? Есть у меня друзья, которые тоже верят, что должен прийти Мошах и все остальное. Ну, а есть друзья у меня, мусульмане, которые верят, что придет Макдин. Я думаю, они когда-то все втроем прилетят, встретимся, поговорим, может, как-то увидим. Кто победит. Я очень просто говорю, чтобы людям было понятно. В действительности все очень просто и все очень сложно. Надо достаточно глубоко изучать позиционный материал, для того, чтобы понимать, что происходит. Так, давай самый последний раз я уточню, как бы и так в логике вот этой истории Турана, получается, напитать Азербайджан деньгами, дать ему возможность вырасти геополитически, сделать его крайне богатым, для того, чтобы превратить условно в раб, для того, чтобы именно Туран... И это тоже. И это тоже. Потому что, смотри, если ты посмотришь, кого арестовывают последние месяцы в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане, это сотрудники Азербайджанских служб, которые уже действуют по турецким программам вместе с турками. В принципе, естественно, у Азербайджана важная роль. Именно поэтому держат и дубинку против Азербайджана. Ведь проведена этническая чистка в Европе. Население армянское, которое там жило тысячи лет до того, как придумали Азербайджан, оно было изгнано со своей земли. Есть судебные решения, есть все. Сенат, Конгресс молчат, потому что дают возможность Азербайджану как бы выполнить свою великую миссию в рамках вот этой программы. Так как англичане очень просят и говорят, ну так будет хорошо. Американцы говорят, окей, нам это неинтересно, это ваш регион, вы занимаетесь им 150 лет, говорят англичанам, продолжайте. Пробуйте с этим тураном, хуже от этого не будет. Маслом кашу не испортишь. Тем более на кого там ставить, ты понимаешь? На Великую Грузию, на Великую Армению они ставить не могут. Там нет никаких ресурсов, нет уже элит. Элиты в Грузии их и не было, в Армении их уничтожили во время геноцида и 90% нации было вырезано, рассеяно. То есть Иран, конечно, у Ирана плохая судьба, потому что он тоже не вписывается никуда. Но и политика Ирана, ты знаешь, дегенеративная, его дружба с Россией, отправка России, такого количества боеприпасов и всего остального, эти игры. Иран должен понести заслуженное наказание за свои прекрасные, как бы, за шахеты, за все. Какие могут быть, у кого могут быть симпатии вообще к Ирану? В чем симпатии, если благодаря Ирану уничтожается Украина системно? Кто дал эти шахеты? Они же не с Австралии прилетели. Думаю, Иран тоже должен понести ответственность. Но сможет ли Великобритания и Америка потом контролировать Туран? Я думаю, нет. Но об этом не думаю. Но верят, что смогут. Когда-то Великобритания, Лоурен Саровиски верили, что смогут контролировать арабов. Когда рисовали карандашом границы арабских государств. Но как Ленин нарисовал границы государств в Центральной Азии, вот так взял ручку и нарисовал от балды. И так же нарисовали границы Сирии, Ираков, Саудовских Аравий, из ничего. Палестин. Что, контролируют они арабов сейчас? Нет, не контролируют. И так же Иран и Туран не будут контролировать. Но проблема для Украины тут в другом. Если ты посмотришь на карту Турана, то вся Южная Украина, Одесская область, Крым, Южная Молдавия, это Туран. И в принципе у турок есть план. Верни, верни, верни карту, верни карту. Я вижу, там получается... Да, я как бы сразу не обратил то внимание, когда скачивал эту карту. А ты теперь мне говоришь про это. Дим, если можно ее как-то увеличить. Ну, в принципе, отсюда видно, что там действительно Крым и вот эта вот часть оккупированного сегодня. Крымсанская область, Николаевская область, Одесская область, Южная Молдова. Южная Молдова. Фактически все, что сейчас, половина из этого занимает Россия. И если мы когда-то услышим, что турецкие миротворцы с целью помочь Украине заменяют там русские войска, то ты понимаешь, да, что это такое? Они уже оттуда не уйдут. Они же могут спасти таким образом Украину? Ты знаешь как? Спасти женщину от изнасилования можно изнасиловать ее самому. Это что на спасение? То есть ты не позволяешь другому изнасиловать, но ты сам как бы спас ее, уговорив. Романтик? Ну не особо. Ну согласен, я иронизирую, ты знаешь, это все сюр, то что происходит. Это сюр. И в принципе, с учетом, я смотрю ту аналитику, и вот она в день посвятил, которую пихают в голову наших сограждан, но если такое послушать, то ты приблизительно будешь понимать о политике столько, сколько собачка тузик. Если вот это все послушать за день, и вот это поверить, это осознать, то, конечно, никакой картин у тебя не будет, что в реальности происходит. Жизнь такая. Давай немножечко детализируем вообще замысел этого великого Турана, чтобы понимать, к чему плюс-минус готовится, и какие силы влияют, кроме Британии. То есть Британия, каким образом она в это все вписывается? Смотри, Британия видит таким способом способ сокрушить Россию, что в принципе хорошая идея, я не могу не поддержать. Но вопрос, может ли Британия контролировать Британия, где уже сменяется этнический состав населения, которое сама не может внутри себя решить очень много проблем миграционных, ты понимаешь, и другие проблемы. Это большой вопрос. В определенный период Израиль поддерживал концепт. Сейчас не очень, потому что отношения все-таки, при том, что Турция тайком поставляет все, что надо Израиль, одной рукой поставляет, другой любит Палестину и плачет о палестинских детях, ты понимаешь? Но уже отношения в Израиле нет уверенности, что можно доверять так Турции, Азербайджану, чтобы это все построилось. Пакистан, конечно, ты понимаешь, естественно, Афганистан, хотя как бы он условно иранское государство. Частично пассивно Германия, потому что Германия всегда имела отношение с Турцией. Вот приблизительно то, что происходит. Но Туран угрожает России однозначно, Туран угрожает Китаю однозначно, потому что 20% территории Китая, кроме Синдзяна, там еще Цинхай, 20% населены исламскими и тюркскими народами. То есть, а если еще взять близкие монгольские и маньчжурские народы, то это уже 40%. И какой 40%? Это уже практически половина территории современного Китая. То есть, ты понимаешь, да? Оно может взорваться. А когда молодежь где-нибудь в Афганистане, узбекская молодежь, хазарейская молодежь, в Туркменской, в том же Таджикистане, Узбекистане, тюрке, которым нечего кушать, которые не видят будущего, которых сейчас погнали с России, как Гастайбальдеров. И тут приходит Мурлай и говорит, братья, великое откровение, мы должны освободить наших братьев в России, в Китае. Ты понимаешь, их кормят, им дает автомат Калашникова, им дают целеуказания, они идут вперед. Вопрос в чем здесь? Украине, конечно, надо работать со своими тюркскими меньшинствами, очень серьезно. С крымскими татарами и гагаузами. Безусловно, они добропорядочные, все прекрасные граждане Украины, но есть маленькое но, что турки их считают частью своего народа. А у турков есть определенный план. То есть, хотят они, не хотят, турки так считают. Это надо учитывать, это реалии. Это турки так думают, не крымские татары, не гагаузы. И они ведут соответствующую работу. Квоты образовательные, компании, которые открываются, работа с социальными технологиями, масс-медиа и все остальное. Эта работа ведется с 91-го года, конкретно на территории Украины. Безусловно, что все органы, которые должны об этом знать, знают об этом. Это не секрет, это все всем известно. Но опять же, может ли Украина вести субъектную политику в данном вопросе полностью на 100%, имея особые отношения с Великобританией или нет? Ведь без поддержки Великобритании выстоять невозможно. Великобритания это одна из основ того, что сейчас Украина есть. Дело в том, что Великобритания намного больше поддерживает Украину, чем какая-либо страна на земле. И это объективная реальность. И за это Великобритании надо сказать большое спасибо. Поэтому нету черного и белого. Многие хотят увидеть мир в черно-белых красках. Такого нет. В принципе. Вот так. Расскажи мне логику тогда россиян. А зачем им принимать участие в усилении Азербайджана и Турции, если он реально угрожает своей проектностью? Конечно. А какая может быть логика у россиян? Им надо воевать на что-то в Украине. Им нужно продавать нефтегаз. Турция и Азербайджан продают нефтегаз. Они получают деньги. А если они не будут продавать через Азербайджан и Турцию это нефтегаз, то российская армия захлопнется в Украине за считанный период времени. Понимаешь? Дни. Вот и все. Они живут тактикой. В чем-то дружат, в чем-то воюют. Понимаешь? Нету. Опять же повторюсь. Нет черного и белого. Здесь мы дружим, в этой песочнице, в этой мы воюем, а в этой мы ходим вместе и играем миллиард. Тут нету таких однозначных работ. Мы живем в период сложных гибридных войн и очень сложных взаимоотношений. Поэтому никаких однозначных красок не существует. Ты знаешь, когда появляются однозначные краски? У стран, у которых есть матрица развития, когда ты понимаешь где альфа, откуда ты идешь и где омега, куда ты идешь, и есть национальная элита, которая ведет тебя от альфы к омеги, тогда полегче. Когда во главе страны, а таких стран на земле большинство, находятся люди, которые пришли заработать деньги и спокойно идти и дать заработать своему окружению, которое тебя поддерживает, и не обидеть силовиков, чтобы они тебя не свергли, о каких национальных элитах можно говорить? А в Азербайджане люди, которые, например, пришли заработать, им плевать на азербайджанцев, Эрдогану плевать на турок, полностью плевать на турок. Он думает о своей семье, о своей славе, о своих интересах. Я говорю, как это работает? Ну что, Лукашенко не плевать на белорусов, ты думаешь, что Лукашенко сидит, кушает ранки и думает только о благе белорусов. Тогда, наверное, население Белоруссии не уменьшилось с 11 миллионов до 7, если бы он настолько полюбил Беларусь, что они потеряли 4 миллиона из 11. Белоруссия потеряла каждого третьего во второй мировой войне. А сейчас, фактически, с учетом белорусской демографии, тут вопроса даже нет, будет ли Голоруссия или нет. Но если присоединиться к Украине и Польше, то что-то остается. Нет там вообще с таким населением 7 миллионов на 208 тысяч квадратных километров все умерло. И минусовой рождаемости тотально. К примеру, посмотри на Молдову. 4,5 миллиона населения было. Сколько в Молдове живет? Два наберется? Далеко уйдут без присоединения к Румынии? Нет уже. То есть, имя есть, название есть, а так ничего нет. Элиты привели страну к смерти. Ну, элиты же народ выбирал. Кто несет ответственность? Народ же выбрал таких людей. Ну, кушайте, пока не наешьтесь. Пожалуйста, ребята. Что тут? Выбирали бы милитократию, был бы другой результат. Выбрали ахлократию. Всегда есть выбор. Ахлократию воров или умных милитократию. Народ постсоветский выбирает воров, ты понимаешь? Любит он эту субкультуру. Шансы можно пойти против народа? Милитарий вот хочет вот так. Последний такой крайний вопрос из этой всей серии. Тут с чего в принципе начинали. Вернемся к нему для того, чтобы прояснить потенциальную позицию нас, как раз, украинцев. А расскажи мне, пожалуйста, как ты видишь это, для чего вообще могло бы потребоваться просить все-таки у Азербайджана заняться этим вопросом именно Украину, Украине. То есть неужели мы не можем себе позволить самостоятельно как бы провести этот вопрос и решить вопрос, связанный с транзитом газа и нефти. Или мы боимся электоральных последствий, что типа мол, это как бы люди не примут и все. И вот в этом кроется весело. Смотри, у меня очень ясные ответы есть и ясная картина, почему так происходит. Знаешь, нету никаких тут ни заговоров, ни каких-то криптотеорий, все очень просто в действительности. Надо не забывать, что Украина находится не просто в тяжелейшей ситуации, а в ситуации, когда угроза России, угроза России является невиктивной, то, что она может чему-то привести, мы известно, она является смертельной. То есть Украине грозит физическое уничтожение. Причем всем. И деятелям культуры, и простым людям, и клептократам, и чиновникам, и всем, и хорошим, и ворам, всем грозит полное уничтожение, захват территории, переселение населения на Дальний Восток и в Сибирь, чтобы удержать ее как-то еще на несколько лет, десятков лет от Китая. В этой ситуации Украина вынуждена дружить со всеми, с кем только можно дружить и получать возможные даже теоретические ништяки. Именно этим. Ты что думаешь, Украина не знает, как Азербайджан действует против Украины? Знает. Не знает, как Турция действует? Знает, как все? Знает. А что делать, если такая ситуация? Необходимо выжить, заключить хоть какой-то мир для Украины, для того, чтобы два вывода, два выхода. Получить максимум оружия, вернуть максимум людей, привезти еще людей, которые будут принимать Украину как свою, установить общественный договор, нормальные правила, нормальную работу судебной системы, чтобы Украина начала развиваться и была сильнее России в тактическом плане, в тактических направлениях. Либо ничего не сделать и исчезнуть. Потому что после перемирия Россия будет готовиться к следующей войне. У Украины выход один, подготовиться лучше. Создать надгосударство, супергосударство, как это сделала Южная Корея. У Южной Кореи была тяжелейшая ситуация. Они создали государство, которое превосходит в военном отношении, в экономическом, в управленческом, организационном отношении и Китай, и Северную Корею. Это единственный выход. Поэтому сейчас Украина не может себе позволить сказать всем, что она думает. И не важно, кто управляет Украиной, кто стоит во главе Украины. Кто бы ни стоял, Украина не может сейчас себе это позволить, исходя из совокупной национальной мощи, находясь в этой ситуации. И Украина вынуждена прислушиваться, чтобы выживать на балансах и дойти до какой-то точки, когда можно будет начать аккумулировать материальные ресурсы, усиливать страну, создавать армию нового уровня и восстанавливать демографию. Вот это мое однозначное видение, и это не только мое видение, это объективная реальность. Потому что те, кто думает по-другому, есть и те, кто думает, что надо всем сказать в лицо, представляешь, Украина скажет все, что она думает. Ну, о России говорят, конечно, всем странам, Америке, Европейскому Союзу, пане Ульяне Вандерлайден, шучу, имя на украинский, он переначал, там, всем Англии, всем остальным. Украина всем скажет, что она о них думает. Что будет после этого с Украиной? Знаешь, есть очень такая поговорка, скажите своим родственникам и знакомым, что вы о них думаете, и на следующий день вы останетесь без работы, инвалидом, брошенным на улице, умирающим от голода. Это реалии. Политика – это балансы, это не резкие шаги, когда ты всем открыто говоришь, как есть. Это надо выжить. А вот вопрос, как выжить, это вопрос твоей внутренней организации. То есть ты можешь ходить по чужому страшному двору и не заниматься спортом, и ходить все равно. А ты можешь посещать секцию дзюдо и бокса и ходить по тому же двору. То есть это уже выбор нации. И тот и тот вариант работы. Количество синяков разное. В зависимости от количества синяков. Или дзюдо заниматься и меньше получать по морде, или больше получать по морде, но не занимаясь дзюдо. Жизнь. Да. Слушай, а зачем Алиеву говорить об этом прямо тогда в таком случае? В чем его логика? Слушай, Алиев защищается, когда делает подобные заявления. Ведь заявления любого президента и политического деятеля, такие декларационные, это возможность обозначить определенные рамки. Значит, у Алиева большие угрозы. Большие угрозы от Ирана, большие угрозы от России. Есть угрозы от Запада, очень серьезные. Алиев не знает, как поведет себя Трамп в новых условиях. Ты понимаешь потом, как поведет себя Госдеп при Трампе. Это же не будет Госдеп Блинкина, который на шалости мальчика Алиева закрывает глаза вследствие определенных обстоятельств, о которых я не буду говорить в эфире. Вот. Это все очень сложно. Поэтому иногда ты делаешь заявление, чтобы продекларировать, кто ты и где ты, чтобы обезопасить себя в определенном плане. Конечно. Это определенный депотом Альчика. Как его это может обезопасить? Его это может обезопасить, то, что он говорит, что от него ожидать для тех, кто может ему угрожать. Вот так это работает. И никоим иным образом. Вот. Если с этой точки зрения ты послушай, что он сказал, и ему же сказали это сказать, и ему же разрешили это сказать, Алиев никогда не говорит того, на что ему не дают разрешение. Почитай в интернете выступления очень серьезных британцев, которые говорят, что Азербайджан не помогал России обходить санкции. И одновременно почитай ведущие расследования, которые и санкции Соединенных Штатов, ФБР и ЦРУ, которые показывают, что Азербайджан не просто помогал, благодаря действиям Азербайджана ведется финансирование войны России против Украины. Видишь, как это все есть в официальных релизах. И таких, и таких. Что это за расследование? Я не встречался с ним. Они на английском языке, их очень много. Прочитай, посмотри о вторичных и первичных санкциях в отношении большого количества руководства Азербайджана, которые введены Соединенными Штатами. Там много судебных решений. И все, что касается публикационной материалы о запросах и расследованиях, которые ведутся федеральные службы, федеральные суди, которые имеют отношение к расследованию дел, связанных с национальной безопасностью и глобально с интересами Соединенных Штатов. Все очень непросто. Алиев в очень тяжелом положении ну и на Южном Кавказе, если мы называем так этот регион, в принципе, армяне называют это восточной частью Армянского Нагорья, но другие называют Южным Кавказом. И у Пашиняна, и у руководителя Грузии очень тяжелое положение. Там все тяжело, как и в Центральной Азии. Потому что, кстати, я хочу сказать очень важную вещь. После заключения перемирия российская армия, освободившаяся, она куда-то должна будет пойти. И она пойдет или на Северный Казахстан, или она пойдет на Грузию с Арменией. То есть, какое направление выберут, неизвестно. Если в Центральной Азии будет война, русские скажут китайцам, вот, чтобы хоть что-то сохранить, мы вынуждены войти. Если войны не будет, Китай не разрешит войти в Северный Казахстан. Ну, а кто будет не разрешать особо по Грузии и Армении? Я думаю, особо никто не разрешать не будет. И они просто могут рвануть катком. Ну вот. А там как пойдет. Почему ты думаешь, что они не пойдут в сторону стран Балтии? Не могут пойти в случае обострения. Но смотри, намного выгоднее пойти в сторону стран Балтии, захватив Северный Казахстан, где живет 5 миллионов условных христиан и европейцев, провести мобилизацию 20%, это миллион бойцов, взять Армению и Грузию, набрать там неадекватных людей, которые некоторых, потому что большая часть будет сражаться, особенно в Армении, против России, но будут неадекватные, набрать там, провести мобилизацию. И вот с этими силами, с дополнительными, как тебе сказать, не очень умными людьми, снова пойти на Берлин, через Литву и Латвию, поднять там восстание, конечно, перед этим русского населения, оно будет подавлено местными силами, Россия говорит, ну как же так, наших бьют, мы же как-то должны воршота как-то вот миротворцев каких-то везти, товарищей. Кто будет воевать, вопрос за Эстонию, Латвию, Литву, Польша будет воевать. Ты можешь себе представить итальянскую армию, которая сражается под намой? Итальянская армия своих женщин не может защитить от мигрантов в Сомали и не собирается этого делать. Она будет за эстонцев воевать? Ну поляки будут воевать, кто еще? Поляки, норвежцы будут частично, шведы, финны будут воевать. Ну вот и все. Немцы будут воевать? Нет, конечно. Потому что Германия идет по левому мейнстриму. Там уничтожается мужской дух, уничтожается воля сопротивления, страна разделяется по принципу про все права меньшинствам. Мигранты имеют право на все, вы никто. Они, если ты понимаешь, Германия проведет милитаризацию, то всю эту левую политику, которую сейчас проводят, надо будет выбросить муссанное ведро. Как же левые на это пойдут? Не будут Германия воевать, будут поляки воевать до последнего. Привалты будут воевать, финны будут воевать, норвежцы, шведы, которые чувствуют угрозу. Америка будет воевать однозначно. Великобритания будет воевать. Французы будут воевать при всех тех же проблемах, потому что у французов выхода нет. Как не воевать? Они, уйдя с Африки, они не могут еще и континентальную Европу остать. Французы будут воевать. У Германии, получается, выбор есть? У Германии есть выбор, но надо выкидывать в унитаз левых. А левый, это все, ты понимаешь? Ты говоришь, у Франции нет выбора, а Франция будет воевать. А у Германии разве не такой же самый выбор? А Германию не спрашивают, ты понимаешь? Там настолько социальные технологии овладели умами. Потом, смотри, дело в том, что то, как сейчас живет Германия, выгодно тем, кто управляет Германией. Они на этом заживут, зарабатывают деньги. Ты что думаешь, солидарность миграции это просто так? Или там дебилы? Это же бабки. Вот представь, сколько нужно потратить на немца денег и сколько нужно денег потратить на жителя Бангладеш, чтобы он жил. А кто-то должен жить, должна быть единица. И немец не работает особо, и Бангладеш не работает. На немца ты потратишь 10 тысяч евро в месяц, а на Бангладеша 3. То есть выгоднее, чтобы немец умер. Ты понимаешь, а Бангладешец приехал. Это реальность. Это, знаешь, это без розовых очков. Вот сегодняшний эфир, я максимально откровенен. Да, вот вся та чушь и мура, которая в головах, это одно. А я вот рассказываю, как оно есть по-настоящему технологически. И то не все. Я же 5% говорю, а 95% не скажу никогда. И не только я. Это же не я носитель знаний. Это обычная реальность. Я один из 100 тысяч, кто это знает. Ты понимаешь, я ничего особенного не знаю. Это просто часть специальности, когда ты владеешь ситуацией. Всего лишь. Спасибо, Тигран, что выходишь делиться с нами своими 5%, которыми ты можешь поделиться. Это ценно, это важно. Это как минимум дает нам возможность, отталкиваясь от той информации, которую ты говоришь, получать возможность хотя бы подтверждать что-то или опровергать, но уже отталкиваясь как бы от картины мира целостной, строить свое видение. Вот это вот, мне кажется, важным, вот это ценным представляется. Все же остальное это досужие как бы домыслы. Если кому-то хочется и ними заниматься, то мы в принципе не против, но вроде как сами не стараемся это делать. Если тем, кто нас смотрит, понравилось то, что мы сделали с Тиграном, есть ссылка в описании на его канал, также есть в заголовке, прямо ссылка на канал Тиграна Абакяна. Подпишитесь, Тигран растет, причем растет не по дням, а по часам, что называется. Было буквально вот несколько месяцев назад 30 тысяч на его канале, сейчас уже почти 70, 69, там плюс копейки. Давайте сделаем все так, чтобы вот 70 случилось у Тиграна прямо сегодня. Подпишитесь на его канал, да, ну и становитесь спонсорами Тиграна. Это же важно, чтобы он имел возможность делать все то, что он делает в большем количестве. Так он гляди и расскажет нам с вами все 10 процентов того, что можно рассказывать, а не только 5 не ограничится. Вот. Правильно? Конечно, спасибо. Ну, да, чтобы я бросил уже работать и перестал только человеком, спикером. Наконец-то. Да. Есть. Все. Ну, еще не забывайте подтримовать из Бройной силы Украины. Сбор 47-й бригады у нас продолжается под нашими эфирами. Там мы уже что-то насобирали с вами. Порядка 85 тысяч. Ребятам надо 250. Давайте хотя бы до 100 тысяч гривен добьем для того, чтобы можно было продолжать другой сбор, а этот, возможно, передадим следующим инициативным группам. Вот. Потому что их много у нас сборов личных военнослужащих. Мы снова-таки еще раз напомню, денежек этих не касаемся, поддерживаем только своим сигналом их банки. И туда вот, когда вы сбрасываете денежку, то это получают непосредственно хлопцы из в данном случае 47-й бригады. Все. Всем спасибо. Всем пока. И Тиграну слово на последнюю реплику. Я два слова. Я не уверен, конечно. Спасибо большое тебе, Николай. Мы давно с тобой общаемся. И я очень рад, что ты так растешь. И что у тебя столько интересных людей и спикеров приходит. Вот. Я скажу непрофессионально одну вещь совершенно. Возможно, сегодня приблизительно в 4 утра по Украине мне удастся выйти в эфир, я не уверен, удастся выйти в эфир, который будет с одним человеком, а возможно, не удастся. Но если вы увидите, что я включился в 4 утра, вы будете шокированы масштабом эфира и кто там появится. А если вы увидите, что мой YouTube не включился, тогда, значит, не получилось просто. Не удалось. Но есть шанс, вот так я скажу, есть шанс, что сегодня в 4 утра будет не просто эфир, а это будет просто что-то невероятное. Потому что вы сами поймете, если произойдет выход в эфир. Кто будет со мной, не я, потому что я просто человек, а кто будет второй, кто будет со мной говорить. Но проблема есть, то что эфир будет на английском языке исключительно. он не владеет никаким, кроме английского. Сейчас все так быстро транслируется сразу же в субтитры и переводится искусственный интеллект. Переводится, потом будет перевод на русский, но сегодня, если кто владеет свободно английским, в принципе, может услышать то, что не услышит никогда нигде, если удастся. Я не уверен. Пока 20-30% шансов, что это удастся, тогда услышит то, что еще никогда не слышал. Я с такого уровня, в принципе, которого еще не было. Ну, попробуй. Интрига страшна просто. Даже я прослежу. Прослужусь не в 4, конечно, надеюсь. Надеюсь, что я не проснусь в 4. Ты собираешь сегодня кое-что по работе сделать, а потом лечь спать, чтобы не быть издохшим. Ты понимаешь, вот таким. Есть и это будет. Посмотрим. Добро. Все, Тигран, еще раз спасибо. Всем, кто нас смотрел, спасибо. Сегодня, через буквально несколько часов военный дневник. Приходите еще на канал. Все, пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok